Осенний-зимний период. Время острых респираторных вирусных инфекций. Кашель и насморк становятся спутниками детей и взрослых. И с понижением температуры количество заболевших начинает расти в геометрической прогрессии. Говоря о профилактике простуды и гриппа, врачи в первую очередь напоминают о вакцинации. В этом году, в начале сентября, как и практически каждый год, соответственно, с национальным календарем прививок, у нас начался очередной этап вакцинации против гриппа. При создании как минимум 20-процентной иммунной прослойки, то есть тех людей, которые или не заболеют вовсе, или болезнь пройдет в очень легком варианте, более 20-процентов риск возникновения эпидемии стремится к нулю, даже крупных вспышек. Наша основная задача такая. 100-процентную иммунную прослойку среди горожан создать невозможно. Как и у любого препарата, у вакцины есть противопоказания. Но людям, находящимся в зоне риска, прививка от гриппа просто необходима. Беременные лица с хроническими легочными заболеваниями, лица старше 65 лет, и те лица, которые активную, скажем так, занимают позицию, в смысле большого количества контактов, общения. У кого-то это с характером работы связаны декретированные группы. И вот таких вот людей, вместе с теми, кому показано по эпид-показаниям проводить эту прививку, у нас набирается достаточно много. В этом году более 40 тысяч. Почти четверть горожан уже сделали свой выбор в пользу вакцинации. Остальные армавирцы спасаются народными методами и надеются на работу иммунной системы. Работает иммунная система. Вот и все. Поэтому и не болеют. Одеваемся, тепло. И все. И плюс еще делаем прививки от простуды. Задумываемся о том, чтобы сделать прививки от простуды, от гриппа. Потому что простуда постоянно. Два-три месяца и опять. Есть народный рецепт, очень хороший. То есть берете чай, завариваете, столовую ложку малины, столовую ложку водки и пьете маленькими глотками. Согревает раз. Во-вторых, малина дает целебный эффект. Ну и плюс, естественно, орбидол. Чтобы не заболеть, в первую очередь нужно следовать простым правилам. Одеваться по погоде, не создавать сквозняков и поддерживать иммунитет с балансированным питанием. Для тех, кто всерьез задумался о профилактике. Напоминаем, что кампания по вакцинации от гриппа завершится 15 ноября. А народные рецепты станут хорошей поддержкой при комплексном лечении простуды.